Сколько французов пришли на участки во второй половине дня, можно ли уже говорить о фаворите и результатах экзит-полов? Обо всем прямо сейчас узнаем у Елены Зориной, она в Париже. Лен, здравствуй, расскажи, к чему готовятся сами кандидаты? Кать, добрый вечер. Вот, собственно, буквально вопрос этого вечера, кто же победит во время второго тура президентских выборов. Об этом говорят буквально везде, в кафе, магазинах, гостиницах и даже на улицах. Пока что еще меньше часа до закрытия избирательных участков, но вот уже можно говорить наверняка о результатах экзит-полов в колониях и участках за рубежом. Там абсолютно уверенно лидирует центрист Эммануэль Макрон. Об этом говорят данные бельгийского телеканала РТБФ, и что неудивительно, там лидер ультраправых Лепен не пользуется особой популярностью. Раньше на этих территориях традиционно отдавали свои голоса за левых. Ну и что же касается конкретных цифр, то лидер движения вперед Макрон набирает там от 63 до 77 процентов. В то же время его соперница, кандидат от национального фронта Лепен от 22 до 37 процентов голосов избирателей. Ну и рекордную, я бы сказала, поддержку Макрон получил в США и Канаде. Там набрал 90, а где-то даже 95 процентов во Франции, где еще участки открыты. Результаты опросов разглашать запрещено. Штраф за это 75 тысяч евро. Зато можно говорить о явке, и об этом скажу пару слов. В этот раз она рекордно низкая по сравнению с предыдущими голосованиями за три часа до закрытия избирательных участков. Она составила 65 процентов. Ну и как бы там ни было, кандидаты готовят сцены. Обстановка, по крайней мере, в Париже относительно спокойная. Хотя на улицах очень много полиции. Штаб Макрона, где недавно эвакуировали людей, возобновил свою работу. Ну а сами кандидаты готовятся к выступлению перед своими сторонниками. Ну а мы ждем первых результатов голосования. Олена, спасибо. Елена Зорина была с нами на связи из Франции. Где сегодня выбирают президента?